Учитель будущего. Каким он должен быть в понимании современных представителей образования? Каковы перспективы школы и что необходимо сделать, чтобы развить лучшие национальные традиции отечественного образования? Ответ пытались найти в рамках прошедшей в Речицкой школе международной открытой педагогической конференции. Заглядывали не только в будущее, но и в прошлое. 28 сентября 2018 года исполнилось 100 лет со дня рождения великого советского педагога-новатора Василия Александровича Сухомлинского. Это он создал оригинальную педагогическую систему, основанную на принципах гуманизма, на признании личности ребенка высшей ценностью. 2018 год ЮНЕСКО объявило годом Сухомлинского. Идеи Сухомлинского сегодня чрезвычайно нужны школе, поскольку, к сожалению, сегодня школьное образование находится в очень сложной ситуации, испытывает серьезные кризисные явления. Мы сегодня, к сожалению, идем по пути, я в этом убежден, элемента какой-то дегуманизации. К сожалению, логика современной педагогики российской далеко расходится ключевыми идеями великих национальных гениев нашей педагогической науки. И Макаренко, и Сухомлинского, нынешние менеджеры образования просто не понимают, у них нет полноценной стратегии развития человеческого капитала, первую, конечно, личности ребенка. Педагоги устали от многомасштабных инноваций, и времени и силы учителя не хватает для того, чтобы заниматься душой ребенка. И сегодня мы хотим вновь обратиться к наследию педагогическому этого великого человека, для того, чтобы еще раз учителей привлечь их внимание к проблемам ребенка, животрепещущим, нравственным. Сухомлинский воспитывал в детях личные отношения к окружающей действительности, понимании своего дела и ответственности перед родными, товарищами и обществом, и, что главное, перед собственной совестью. Участники конференции подчеркивали, что в современной системе образования не хватает этих основ, и, как следствие, могут возникать трагические события, подобные тем, что произошли 17 октября в Керчи. Современная государственная политика в области образования ориентирована не то, что преимущественно, а исключительно на формальные показатели. А формальные показатели, они являются ограниченными и, если говорить высоким научным языком, неинтегрированными. Поэтому человек, вот как верблюд, не влезает в угольное ушко, так и человек не может влезть в эти формальные показатели. И ломаются, к сожалению, не формальные показатели, а ломается человек. Не всем это видно, не все замечают, но учитель, который работает ежедневно с ребятами, он, конечно, видит. И учителя, насколько я с ними общаюсь, они очень этим озабочены. Старая школа, она всегда, наверное, была показательной. Она, естественно, сильна, и нужно очень много брать именно примеров оттуда. Сейчас очень много все компьютизировано. То есть педагог ссылается все на соцсети, на портал. А хочется личного контакта с человеком, узнать какие-то минусы, плюсы, над чем проработать. А очень многие, опять-таки, педагоги ссылаются. Идите на портал, вся информация там. Но мне не нужно, мне хочется личного общения поговорить, узнать все на пальцах. Я понимаю, что, может быть, это занимает очень много времени, но все-таки мы знаем, куда мы идем, с чем мы должны работать. Учитель, по мнению Василия Сухомлинского, это не только специалист, который умеет передавать знания следующему поколению. Он играет большую роль в том, чтобы сделать из ребенка человека, от которого зависит, каким будет будущее целой страны. С этим невозможно не согласиться. Но, ублюдая современные тенденции, сегодня как никогда важно вложить в неокрепшие умы верные жизненные ориентиры, не позволив сбить их влиянием интернета и средств массовой информации. Сегодня как никогда живы и востребованы идеи Сухомлинского. Сухомлинского мы не можем сегодня называть даже новатором. Это классик. Это исконно классический народный педагог, который позволяет нам сохранить те частицы славянской души, сохранить и поднять вот эту душу до соответствующего уровня. Слова Сухомлинского, что ничего нет сложнее богаче человеческой личности, неважно, это личность ребенка или это личность руководителя, личность педагога. Наверное, сегодня в современном мире, в таком быстротечном, в таком сложном, наверное, это очень важно, не потерять эту личность, как ребенка, так и руководителя. Поэтому это очень актуально, и мы в своем институте стараемся среди взрослого населения педагогического, в сообществе педагогической, эти идеи приумножать. Марина Миткевич и Антон Карташов для программы «Городские вести». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова